Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Виктория, можно просто Вика и оператор. Сегодня у нас для вас новиночка. Вот такая вот миниатюрная рудбеки из бисера у нас выросла. И посадили мы ее вот в такое чудесное, позитивное, чудо-чудное горшочек в виде кошачьей мордашки. Приобрела я таких горшочков с разной мимикой, скажем так, с разным выражением мордочки. Шесть штучек несколько месяцев назад и не знала, куда же мне их применить. Вот просто купила из-за мелоты такой, да, как говорят сейчас няшности. Купила. И посмотрите, какая красота. Ну, теперь уже вырисовывается целая серия таких кошечек у меня, в которые я буду стараться сажать миниатюрные цветочки либо растения. И вот сегодня первое такое растение это рудбеки. Мастер-класс рудбеки в натуральную величину есть на моем канале. А вот сейчас я захотела сплести именно миниатюрную. Здесь семь цветочков. Бисер для ее плетения я использовала и китайский, и есть немножечко чешского. В данном случае вот такой вот нежный лимонно-желтый цвет. Он вроде бы и не лимонный, и вроде бы и лимонный. Какой-то вот такой вот цвет очень интересный, очень красивый цвет. А ярко-желтый, а млиновый, коричневый, это все китайские, причем не калиброванные. Для листочков использовала два оттенка зеленого. Первый прозрачный с радужным покрытием, я об этом скажу в мастер-классе. Это китайские не калиброванные, но ярко-зеленые это я уже использую до конца остатки смеси тоха двух оттенков зеленого. В принципе, неважно из какого бисера вы будете плести, китайские, чешские, японские, абсолютно неважно. А бисеры требуется совсем немножечко. Можно плести разные цвета, не обязательно такие, как здесь. Рудбеки есть еще других оттенков, но не уверена. Нужно посмотреть в интернете. Вот у нас в очень большом количестве произрастают именно желтые рудбеки. Ну и вот таких двуцветные тоже мы с вами плели в натуральную величину. Поэтому я решила сплести именно такие и в миниатюре. Ну и конечно же еще для серединки вам понадобится бусина. Почему я сразу это говорю в анонсе? Ну если у кого-то нет, то поищите диаметр 8 миллиметров. Ну что еще за декорированным хом? Ну опять же, на моем канале есть видео, где я давала способы декора, если нет мха. Поэтому, пожалуйста, найдите, посмотрите. Может быть и найдете что-то для себя полезное. Высота этого горшочка 6,5 сантиметра. И высота всей композиции до центрального цветочка, он самый высокий, я так смотрю, 12,5 сантиметра. Можете сделать чуть повыше, можно чуть пониже. Ну в принципе, мне кажется, вот оптимально. Вот, пожалуйста, я надеюсь, вы посмотрите и у вас сразу утро будет доброе, замечательное, веселое. И весь день сложится удачно, да? Ну, либо вечер, смотря кто, когда, в какое время дня будет смотреть этот анонс. Еще раз покручу, поверчу. Рудбеки, миниатюрные рудбеки из бисера. Готово. Пожалуйста, ставьте ваши лайки, задавайте вопросы, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на наш с оператором канал. Кошка2015-цветы из бисер, бисероплетение, мк, что означает мастер-класс. Ну, а на этом все. Всем пока-пока, до новых встреч. А я хочу еще сказать. Вот она все время так. Вот ты, видно, с такой любовью делаешь свои цветочки, даже горшочки подбираешь. С любовью, какое у тебя сердечко нежное, такие и твои работы. Спасибо большое вам. Ну, все. Всем пока-пока. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok